Покажи мне Дэнди. Настоящего Дэнди. Я сказал настоящего Дэнди. Больной ублюдок. Фомиком Нес Лифа Лик Эли Сюбр. Да как её не назовет, для нас она всё равно будет просто Дэнди. Хоть Дэнди был лишь очередным клоном японской Фомиком, но именно Дэнди открыла возможность всему бывшему СССР прикоснуться к настоящему домашнему геймингу. Оттого это название российского бренда и стало нарицательным. Рассказывать историю этой приставки нет абсолютно никакого смысла. Ровно так же, как и погружаться в свои ностальгические воспоминания. За последние годы такого контента стало, ну уж слишком много. А лучше поговорим о железной её части. Раньше многообразие 8-битных приставок било все рекорды. В магазинах и на рынках было большое обилие различных моделей с различными комплектациями и опциями. Это сейчас понятно, что большинство клонов собиралось в одном подвале и из одного ведра. Но тогда это действительно создавало иллюзию многообразия. Если у тебя был Сюбр или Дэнди, то ты крутой владелец элитной приставки. А если ещё и контроллеры отстёгиваются, то ты вообще красавчик. А вот если тебе посчастливилось стать владельцем Кеги, Лифы или другого малоизвестного бренда, то ты обычно лошара, с которым никто не будет обмениваться картриджами. Вдруг ещё сгорит в твоей стрёмной приставке. Но очень часто именно в таких стрёмных приставках было то, чего не было у остальных. Например, беспроводные джойстики, гнездо для наушников в геймпаде, подключение к телевизору без провода, и чёрт его знает какие ещё плюшки. Вот тогда у меня и появилась мечта, когда-нибудь собрать свою самую крутую Дэнди, в которой будет всё самое лучшее от всех остальных приставок. И как говорится, первые 40 лет – самое сложное в жизни мужика. А так как до 40 мне ещё относительно далеко, то надо бы успеть воплотить ещё одну мечту детства. Первым делом определим философию будущей приставки. То есть то, чем она должна выделяться на фоне остальных себе подобных. Делая поправку на сегодняшний год, естественно, встраивать видеопередатчики и гнёзда для наушников – абсолютно бессмысленная затея. А значит, выделим несколько критериев, которым должен соответствовать будущий проект. Конечный продукт должен быть максимально дешёвым. То есть проектировать плату будем с максимальной экономией максимально на всём. Новая приставка должна быть более функциональна, чем большинство заводских аналогов, и содержать полезные доработки. Плату нужно спроектировать таким образом, чтобы большинство необходимых компонентов можно было приобрести в ближайшем магазине. Клоны клонами, но если колхозить с нуля, то делать это опираясь на официальную документацию официального железа, чтобы и оригинальные аксессуары подключались, и была максимально совместима с играми. А последним пунктом, наверное, будет адаптация к современным реалиям. О подключении по HDMI я, конечно, не говорю, но организовать питание от обычной USB-зарядки сделать можно. Ну, как минимум, мета избавит от необходимости поиска 9-вольтового блока питания. Но перед тем, как приступить к проектированию схемы, давайте ознакомимся с устройством приставки и принципами её работы. Официальные консоли и ранние их клоны имеют довольно большую плату, которая усеянная микросхемами. Первый большой чип – это кастомный гибридный процессор от компании Recoach. Он основан на архитектуре MOS 6502, почти такой же, который ставился в Atari 2600, Apple II, Commodore 64 и много-много куда ещё. Помимо самого 6502 в этой микросхеме находится ещё и 5-канальный звуковой сопроцессор, разработанный специально для этой приставки и более нигде не применявшийся. Если что, 5 каналов – это не про количество выходов на динамике, а количество одновременно воспроизводимых дорожек звука. Второй большой чип – это видеоконтроллер. Именно он берёт на себя всю работу с отрисовкой картинки на экран. Разрешение картинки вполне стандартное для середины 80-х годов. 256 на 240 пикселей. А вот эти чипы – оперативная память по 2 килобайта. Одна для процессора, а вторая для видеоконтроллера. Вроде бы 2 килобайта мало, но тут и сам процессор не особо блещет цифрами. Его частота не дотягивает даже до 2 МГц. Но конструкция приставки не загоняла разработчиков в жёсткие рамки ограничения железа. И дополнительная оперативная память могла содержаться в самом картридже с игрой. Наверное, многие, кто разбирал свою приставку, вместо этого набора микросхем видели вот такую картину. Вся магия происходит вот в этой так называемой капле. Под слоем компауда находится кристалл, на котором уместились и все процессоры, и оперативная память, и прочая мелкая логика. Такая технология называется System-On-A-Chip, что значит система на одном чипе или система на одном кристалле. А сама капля – бескорпусной микросхемой. Проще говоря, функционал горстких микросхем собрали внутри одной, а делалось это естественного года экономии. Затраты на изготовление полноценной микросхемы обычно покрываются количеством продаж этих самых микросхем. Но что, если тираж будет 20 или 30 тысяч экземпляров? По мерам производственных масштабов это чуть больше, чем ничего. И вместо производства целого набора разных микросхем гораздо дешевле уложить всю логику в одну, да ещё и сэкономить на производстве корпуса. Но, как говорится, нельзя и рыбку съесть, и в пруд не лезть. Такие микросхемы крайне неустойчивы к механическим воздействиям и перестают работать от малейшего изгиба платы. Но справедливости ради стоит отметить, что одночиповые приставки выпускались и с нормальной корпусной микросхемой. Таким чипом был UM6561, который ставился на официальный Dendy Junior. А вот в Dendy Junior 2 эта микросхема вернулась в форм-фактор капли, хоть и на отдельной платке. Но, как ни странно, сегодня гораздо проще купить отдельные чипы процессоров. Главное найти правильного продавца с положительными отзывами. О своих приключениях к заказу микросхем на Али я уже рассказывал в видео о сборке Atari 2600. Чтобы не обосраться так же, как с Atari 2600, основной настольной схемой будет оригинальная схема японской Fomicom из официального сервис-мануала. Вот только дизайн схемы и качество скана не в лучшую сторону влияют на её читаемость. Поэтому была найдена народная перерисовка в более удобном варианте. Ну, почему тогда сразу не использовать её? Да, потому что хватило 5 секунд, чтобы понять, что она срисована довольно криво. Но в случае сложности с официальной схемой, хотя бы будет с чем сравнивать. Вся цифровая часть будет срисована с оригинальной схемы. А для совместимости с оригинальными аксессуарами разъёмы контроллеров будут 15-контактными. Конечно, найти в продаже геймпады с широким разъёмом будет чуть сложнее, чем с узким 9-пиновым. Но зато это позволит избавиться от третьего разъёма, который в прочих клонах использовался для подключения пистолета. Если кто не знает, то на втором контроллере Fomicom была такая фича, как микрофон. Он использовался для управления голосом в небольшом количестве игр. Но по факту приставке было абсолютно без разницы, что в него говорили. Он реагировал только на громкое звуко и, по сути, работал в режиме кнопки. Поскольку такие игры выходили только в Японии, и суммарно их всего около десятка, то данный функционал я решил в схеме не учитывать. Уже во время отрисовки схемы набрёл ещё на один очень интересный проект. Dendy Remake. Это такая же плата на оригинальных микросхемах, но выполнена конкретно для корпуса Dendy Classic или Dendy Junior. На форуме Amuland по данной схеме есть большое количество удачных сборок. А значит, возьмем считать её рабочей, и она тоже пойдёт в качестве референса для новой схемы. Только я так и не понял, кто является автором данного проекта. То ли товарищ Hardware Man, то ли Мега Волкман. Но в любом случае проект получился прикольный, и поэтому ребятам большой респект. А благодаря ему источником вдохновления служат теперь целых три схемы. А вот то, о чём я и говорил. В схеме неизвестного автора диод D1 закорочен сам на себя, хотя вместо перемычки там должен быть резистор. А резистор R7 указан с номиналом 100 Ом, хотя по оригинальной схеме он должен быть номиналом 100 кОм. В схеме ремейка тоже есть несколько некритичных вопросов. На ней цепочка с диодом вообще отсутствует, а контакты SoundIn и SoundOut на слоте картриджа просто закорочены. По идее, они нужны для внешних звуковых чипов, которые могут находиться в картридже. Но игр с поддержкой расширенного звука вышло достаточно мало, и эта фича аппаратная опять-таки была доступна только на японских приставках. Тем не менее, раз у нас есть возможность реализовать эту фичу, то почему бы не добавить её на плату? В дополнение я добавлю блокировочные конденсаторы на логические микросхемы. Чипы мелкой логики очень любят гадить в шину питания, и непонятно, почему на остальных схемах эти конденсаторы вообще отсутствуют. Оригинальные микросхемы памяти сегодня тоже найти проблемно, но, как оказалось, сюда подходит практически любая статичная память. На просторах Али выбор пал на HM6116, как самую распространённую и поэтому одну из самых дешёвых. В основном их продают по 5 штук, но, помня свой опыт с чипами для Atari, решил заказать сразу 10. С основной схемой вроде бы разобрались, и самое время заняться моддингом, где всё далеко неоднозначно. Большинство из найденных модов либо абсолютно бесполезны, либо исправление заводских косяков. Из наиболее интересных нашёл только вывод стереозвука. Схема ремейка уже содержит точно такой же мод, значит, проще всего его взять оттуда. Тем более, что схема усилителя построена на копеечной микросхеме, с которой, в общем-то, проблем особо быть не должно. Ещё было бы неплохо добавить переключатель вывода моно, на случай подключения приставки к телевизору без стереовхода. Такую же схему я уже ставил в ATM Turbo, где она показала себя достаточно рабочим вариантом. После этого подумал, раз уж начал плагиатить, то делать это на всю катушку. Из схемы ремейка также перекочевали видеоусилитель и два генератора. Для чего два? Ну, во-первых, для универсальности. Для смены региона в этой приставке и спал-версии в NTSC понадобится только щёлкнуть двумя переключателями. Ну и, конечно же, махнуть процессор с видеоконтроллером. Переключатели позволяют избавиться от перепайки кварца для смены региона. Но по описанию автора два генератора позволяют, цитата, CPU нативный NTSC на 21 МГц, а PPU-PL на 26 МГц. Это фиксит высоту тонна звуков для гурманов. Не совсем понимаю, что и где это фиксит, но раз уж с этим заморочились, то пускай будет. Питание схемы попробую сделать с развязкой для аналоговой части. По идее, такое решение должно гасить помехи по питанию, что поможет избавиться от фоновых звуков и мусора на экране. А на всякий случай ещё поставил стабилитрон на 5,1 Вольта и самовосстанавливающийся предохранитель на 1 Ампер. Уже под конец отрисовки схемы, внезапно на ум пришла ещё одна дикая идея. В детстве к разъёму наушников магнитофона я часто подключал всякие разные светодиоды, ну, чтобы они моргали в такт музыки. Признайся, ты ведь тоже так делал. Ой, да ладно, ну кого ты обманываешь, все делали, а ты не делал. Получалась, конечно, та ещё хрень. Но почему бы сегодня не сделать это как надо? Чтобы не изобретать велосипеды, решил сначала поискать готовое решение. И набрел на проект от AlexGyver на адресуемой светодиодной ленте и Ардуине. Но в нашем случае вместо ленты будем напаивать светодиоды сразу на плату. На вскидку на одной стороне платы могут свободно разместиться примерно 8-9 диодов. Не шик, конечно, но тоже неплохо. Чтобы нормально сэкономить на стоимости платы, придётся ещё сильнее усложнить себе задачу и всю приставку уместить в квадрате 10х10 см. При таких размерах платы и количестве элементов предполагается очень плотный монтаж. Поэтому всякая мелочь вроде редисторов, конденсаторов и транзисторов будут в СМД-исполнении. Четыре вспомогательные микросхемы мелкой логики также пойдут поверхностным монтажом, так как по скромным прикидкам два процессора, две АЗУшки и прочие габаритные компоненты уже занимают практически всю площадь маленькой платы. А там ещё надо разместить кнопки включения сброса, частотные тумблеры и оставить свободные углы для крепёжных отверстий. Но чтобы максимально усложнить задачу, постараюсь оставить на верхней стороне платы только дип-микросхемы и конденсаторы, а всё СМД-мелочь раскидать на нижней стороне. Как по мне, это должно добавить эстетический вид конечному продукту. Управляющей платой подсветки будет самая маленькая Arduino Pro Mini, которая также будет располагаться на нижней стороне, чтобы не травмировать умы эстетов. А то я уже вижу комментарии, что подсветка мощнее всей приставки. Это, наверное, самый бесполезный аддон, но с... прикольный. Следующий важный момент – максимально изолировать аналоговую часть от цифровых шин, чтобы не было гудения, фоновых шумов и посторонних полос на экране. При такой плотности монтажа сделать это оказалось весьма непросто. Даже не знаю, насколько хорошо у меня это получилось, так как опыта разводки плат по фэншую у меня нет. После недели неспешной медитации над платой получилось вот такое. Теперь наведём немного красоты и добавим надписи, чтобы плата не была совсем уж пустой. Хотя, почему Дэнди? Плата вполне себе самобытная и пускай она называется... Ну, хотя бы Кэнди. Этакая конфетка для любителей вспомнить детство. В 3D-визуализации можно примерно представить, как оно всё будет выглядеть. Но одной картинки на экране недостаточно для оценки изделия. Поэтому на принтере распечатываем обе стороны платы и будем примерять комплектующие по месту. Ну да, живое макетирование показало главный недостаток платы. Вставленный картридж упирается прямо в контакты процессора и памяти. В остальном вроде бы всё в порядке. И только сейчас я обратил внимание, какая же маленькая получилась приставка. Размером чуть больше самого картриджа. Ух, жесть. Огонь. Нравится. Необходимые правки были внесены в разводку и осталось только подготовить герберы для заказа. Если кто не знает, на сайте JLCPCB при заказе платы до 10х10 см действует спеццена всего в 2 доллара за 5 плат, без учёта стоимости доставки. А вместе с доставкой красивая заводская плата обойдётся примерно в 145 рублей. То есть в этом моменте можно здорово сэкономить. Ещё и свободные платы останутся. Перед заказом сделаем последние штрихи. В зелёной маске плата будет смотреться не настолько круто, как в чёрной. Всё остальное оставляем как есть. Чем хорош этот сервис, что перед заказом можно визуально увидеть конечный результат и в случае необходимости успеть исправить некоторые косяки. Косяки. Чёрт. Ну вот косяк. Переходное отверстие слишком близко к отверстию микросхемы. Нехорошо. И вот тут тоже какая-то фигня. Правим правки, перезаказываем заказ и уходим в режим ожидания. Для меня месяц, а для вас пара секунд. Ну вот и прошёл целый месяц. Быстро, не правда ли? Давайте уже открывать посылку. Платки, как и полагаются, находятся в вакуумном пакете с пупыркой. И вот перед нами 5 потенциальных Дэнди, не имеющих аналогов во всём мире. Даже у Майкла Джексона такой не было. Несмотря на демократичную цену, платки изготовлены на высшем уровне. Кои-где не угадал с размерами шрифта, поэтому нумерация ног Ардуинки слилась в одно пятно. Неприятно, но не смертельно. Но вы только посмотрите, какой маленькой получится приставка. Это же обалдеть. До капельных версий китайских клонов ей, конечно же, далеко. Но зато это будет самая настоящая Дэнди на оригинальных чипах. Ну, если, конечно, заработает. Хватит умиляться платой, пора наряжать её деталюшками. Сборка будет осуществляться отдельными участками. Сначала организуем питание, затем распаяем генераторы и на десерт оставим звук. Цифровую часть разъёма оставим на самый последний этап. Но, скорее всего, как обычно, всё соберётся как попало. Вот почему на резисторах пишут номинал, а на конденсаторах нет. Чтобы не запутаться в номиналах, приходится распаивать сразу весь пакетик с одним номиналом. Каким-то образом, вместо кварца на 21 МГц у меня оказался на 28. Грусть, печаль. Значит, запуск двух генераторов откладывается. Но для успешного запуска и одного хватит с лихвой. На осциллографе хорошо видно правильную работу генератора. Хоть и частота немного отличается от необходимой. Скорее всего, виноват измерительный щуп. Но, как всегда, это не точно. Когда вся мелочь стоит по своим местам, плата уже обретает какой-то божеский вид. Погоду портит только размазанный флюс. Перед пайкой выводных компонентов стоит это дело исправить, так как потом вычистить флюс из-под панелек будет гораздо сложнее. Ну вот, совсем другое дело. Всё чисто и красиво. Еще одна задача — избавиться от слишком длинных стоек на портах контроллеров. В принципе, они не сильно мешают, но в будущем могут возникнуть сложности с установкой платы в корпус. Тут я вижу два способа. Заменить их на болты, либо подпилить их на пару миллиметров. Так как резьба там дюймовая, то второй вариант будет намного проще, нежели искать подходящие болты. Еще один необязательный шаг — насколько возможно поднять слот картриджа, чтобы обезопасить микросхемы от контакта с корпусом самого картриджа. Для этого была напечатана проставка под слот, который приподнимает его на полтора миллиметра. Благо, что длина контактов разъема позволяет это сделать. После монтажа всех корпусных элементов подключаем еще раз к питанию и убеждаемся в отсутствии замыканий. Блок питания не уходит в защиту, а значит, по идее, все должно быть в порядке. А вот очередной сюрприз. Из 10 микросхем оперативы живыми оказалось только 7. Кроме того, они выпоены так небрежно, что приходится очищать многие микросхемы от остатков припоя. Ну все, процессоры и память стоят на месте, и вся плата выглядит очень круто. Самый волнительный момент это первое включение. Так, ну что мы, давайте будем проверять. Сначала подключим, без картриджа должен появиться как минимум черный фон. Это будет означать, что видеосигнал у нас генерируется. Опа-на, опа-на. Так, ну фон не черный, конечно, какой-то фиолетовый, но тем не менее, видеосигнал есть. Это круто. Так, а теперь попробуем с картриджем. Jungle Book. Да ладно? Да ладно? Она работает! Она работает! То есть, с первого раза она запустилась? Охренеть, я даже не верю. Блин, ну обычно бывает то, что только соберешь устройство, и оно нихрена не работает. Ты еще два вечера ковыреешься, потаешься на эти причину, и только после исправления трех-четырех косяков оно подает признаки жизни. А тут полностью после первого включения оно работает. Так. Давайте попробуем другой картридж. Опа. Ну не может быть такого. Да ладно, и тут работает. А насчет работает-то я и погорячился. Оно работает, но звука нет. Да, появился звук. А виной был нерабочий операционный усилитель. Новый и нерабочий. Бывает и так. Вот конкретно на этом картридже есть какие-то полосы. Они не цветные. Вот сейчас хорошо видно, они какие-то артефакты. Но это проявляется только на одном картридже, конкретно с этой игрой. Специально для этого проекта был куплен новый джойстик. Да, блин, джойстик, а не геймпад или контроллер. Вон на нем даже написано. А на заводе, как известно, врать не будут. Но что меня расстроило? С одной стороны, это, конечно, здорово, что до сих пор выпускает новые аксессуары на такой атовизм, как Дэнди. Ну, блин, выпускает такой хлам, что прям пипец. Провод очень тонкий и жесткий, а кнопки тугие и с большим рабочим ходом. Качество сборки вообще никакое. Весь скрипит и гнется. Но имеем, что имеем. Тем не менее, он хотя бы работает и в качестве устройства для тестов вполне сгодится. Светлый фон первого уровня в черепахах сразу показали еще одну насущную проблему. Вертикальные полосы. Я, конечно, старался разводить дорожку видеосигнала с максимальным удалением от сигнальных линий, но, похоже, наводки все равно попадают в сигнал видео. Хотя причиной этих полос может быть и плохая фильтрация питания на графическом чипе. В парке Юрасика меня смутил черный фон. Я точно помню, что земля должна быть зеленоватого цвета, а тут она абсолютно черная. Так, а теперь самое интересное. На Алихе я заказал вот такую вот срань, ну, по-другому это никак не назовешь. Типа сборник 500 в одном, но на самом деле годных игр там штук 10-15. Остальное все индюшатина. Мне больше интересно было, как он себя повезет, запустится он на этой приставке или нет, будут ли с ним проблемы какие-то. Ну и давайте это проверим. И он запустился. Сейчас покекаем с него. Так, изначально тут все названия игр на китайском языке, но если нажать select, они переведутся на английский. Но это еще не все. Вот, например, контре 12 в одном. Выбираем. И, внимание, у нас запускается образ сборника контры. Ну, прям оригинально. Ну да, контры также подтормаживают. У меня, конечно, были предположения, что она будет работать быстрее на этих чипах оперативной памяти, но это не так. Кстати, сами микросхемы ощутимо греются. Их температура находится в районе 50 градусов. Нашел, значит, виновника полос. Это была видеодорожка, которая около 3 мм идет параллельно сигнальной линией. Ну и вопрос решился вот таким вот экранированием. Кусочек алюминиевого скотча, который припаян к общему проводу. Но в какой-то мере это спасло ситуацию. Полос стало заметно меньше, но, тем не менее, они все не ушли. Это нужно будет исправлять в разводке платы. Разбирая ветку форума по ремейку Дэнди, очень вовремя набрел на кое-какие исправления в схеме. Самое интересное это переделка в виде усилителя. Тут предлагают с минимальными усилиями сделать работу усилителя более адекватной. По описанию мода должен уйти лишний контраст и цвета придут в норму. Я отпаял лишнее и картинка действительно стала ярче и четче. Ладно, работает и хрен бы с ней. Сейчас меня больше всего интересует работа подсветки. Поэтому откладываем Дэнди и начинаем разгребать проект. Ковырение в чужом коде это то еще удовольствие. Кто знает тот поймет. В целом все доступно и понятно, но как всегда присутствует мысль, что некоторые моменты можно было сделать по-другому. Тем не менее, если бы не проект Алекса Гайвера, то я наверное бы не стал заморачиваться с этим модом. После кое-каких правок код начал работать более сносно и стал возможно настроить его под нашу плату. В задумке автора собранное устройство необходимо настраивать под конкретный источник звука. Но так как у нас при точном повторении платы будут одинаковы, нужно, чтобы все работало из коробки и без каких-либо калибровок. На тонкую настройку всех параметров, чтобы все режимы работали более-менее одинаково во всех играх, у меня ушло 2 или 3 вечера. Но все равно уверен, что можно добиться более лучшего результата. По итогу имеем 8 режимов подсветки, полное ее отключение и 4 режима изменения яркости по длительному нажатию на кнопку. Попутно добавил конзер на графический чип и на питание картриджа. Их емкости около 30 мкФ. Но более емкие электролиты без порчи внешнего вида добавить уже не получится. Хотя эти доработки можно смело назвать охотой на ведьм, ведь приставка уже работает лучше большинства магазинных вариантов. Кстати, причину гула тоже удалось обнаружить. Засранцем оказалась звуковая дорожка от картриджа. Видимо, она слишком близко проходит контактом картриджа и получает наводки от линии данных. Как выход отпаять два резистора, тем самым отключить вывод звука из картриджа, либо перерезать дорожку до этих резисторов и пустить отдельным проводом. Второй вариант мне показался более предпочтительнее, так как в этом случае удастся сохранить функционал хоть и в угоду внешнему виду. Доработка помогла, но всё же немного звукового мусора осталось. И очередной взор на плату натолкнул меня на мысль, что без особого внимания остался входящий в картридж звуковой сигнал. По сути, аналоговая дорожка располагается в самом эпицентре сигнального можно конечно её тоже порезать, но я прикинул, что фоновый уровень шума находится на приемлемом уровне и гол немного слышно только при отсутствии музыки или в меню с выбором игр. Извиняюсь за шакалье качество видео, но нормальная плата захвата сейчас находится на внеплановом ремонте, поэтому подключать приходится через древний тюнер. Картинка с него нехти какая, но в целом оценить качество изображения вполне реально. На обычном мониторе никаких фризов и искажений конечно же нет. И первое что будем смотреть это конечно же чёртовые вертикальные полосы. Лучше всего их можно разглядеть на однотонном фоне, который находится во всех известных танчиках. Да, они заметны, но глаз не особо режут. Ещё можно оценить их количество на заставке котов ниндзя. На ровном синем фоне они тоже имеются, но в самой игре их присутствие можно увидеть только под лупой. Бытует мнение, что сам графический чип производства UMC, который стоит на моей плате, грешит качеством исполнения и до конца устранить на нём полосы не представляется возможным. Лучший результат должен показывать чип производства рекорх. Поэтому более компетентных дэнди строителей прошу отписаться по этому поводу в комментариях. Работа стереомода хорошо видна в играх, где со звуковым чипом творили всякие чудеса. И хорошим примером будет игра Бэтмен. Канал шума в этой игре занят под симуляцию аналоговых инструментов, и поэтому его звучание разительно отличается от бульканьей и песчаней синтезаторных треков. Такой же тест можно провести на Свордмастер. В заставке там тоже играет довольно жирный трек. по моим субъективным оценкам стерео получилось не слишком глубокое и поэтому абсолютно ненавязчивое. Нет такого ощущения, что в разные уши льют абсолютно несвязанные звуки. в Der Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...